Наказать всех виновных и извиниться перед горожанами. С таким посылом выступил накануне Александр Ярошук относительно новой маршрутной сети. Глава города признал, схема имеет множество недочетов. Одним из примеров транспортной неразберихи стал маршрут номер 31. Автобус идет из Чкаловска на 4-ю большую окружную. С августа его решили пустить по улицам Кирова, Озерова и Тельмана. Но потом это решение изменили. Потом было принято решение, чтобы следовал до проспекта Мира, а дальше в направлении центра ехал по проспекту Мира, с выхода на площадь и дальше по Александра Ярского. Наиболее загруженная улица именно в части транспортного спроса. По улице Тельмана у нас ходят еще три транспортных средства. Поэтому это решение было принято, в том числе в интересах горожан. Чиновник добавляет, постановление об изменениях было подписано 31 августа. И одна из причин – невысокая популярность обновленного 31 автобуса. Одна из причин, по которой 31 маршрут не пустили по улице Кирова – это очень узкая дорога в этом месте, особенно когда припаркованы машины. Автобус тут просто не проедет. Тогда возникает вопрос, почему такие неудобства вообще стали возможны. К слову, как выяснилось, водители с самого начала игнорировали изменения. И ездили так, как удобнее горожанам. Дело в том, что власти устранили 76-ю маршрутку, самую удобную для жителей Чкаловска. Как рассказывает калининградка Софья Давыдова, все жители поселка стояли за то, чтобы автобус повторил ее маршрут. Мы очень боролись, чтобы этот маршрут остался на самом деле. И вот в соцсети тоже создавали группу, хотели петицию, даже вот Ярошуку писали, чтобы оставили 76-ю маршрутку. Ну, заменили 31-м автобусом. Как бы очень неудобно, если он пойдет по Тельмана, добираться на работу – это еще плюс раньше вставать, наверное, на часа пол. Как выяснилось, Софьей согласны и другие местные жители. Мы довольны транспортом, кстати. И 31-м можно и доехать, и до Рынка, и до площади Василевского. До школы ребенок едет утром очень хорошо. И я до работы доезжаю – это очень хорошо. И то, что он идет по площади Василевского, на Невского – это очень удобно сделали. Очень нравится. А вот Светлане Грязновой теперь приходится больше ходить пешком. Женщина живет как раз на улице Тельмана. И оттуда ездить в Шкаловске было бы гораздо комфортней. Да, мне оттуда было удобно. Ну, ничего, я до Рынка дохожу и сажусь на автобус и еду на работу. Светлана добавляет – никакой трагедии из-за постоянных изменений делать не собирается. С ней соглашаются и другие. По мнению пассажиров, главное – уже наконец оставить маршруты в покое. И не менять направление каждый месяц. Тогда можно будет спокойно привыкнуть ко всем старым и новым автобусам. Желательно нет менять эти маршруты. А тем временем в диспетчерские службы продолжают поступать жалобы по многим направлениям. В администрации уверяют – все пожелания граждан не останутся без внимания. Александр Ярошук решил подтвердить свои слова делом. И обязал транспортных чиновников самим почувствовать себя в роли пассажиров. Было такое впечатление, что 1 сентября будет новая волна, что дети могут не добираться до школ. Но, как таковых, за два дня мы пока не получали звонков или обращений каких-либо от родителей. Но при малейших каких-либо появлений в звонках мы будем реагировать, корректировать, как мы можем быстрее. Но на сегодняшние два дня мы ничего не получили. К слову, с 1 сентября в городе дополнительно вышли на линию 46 маршруток и 10 автобусов. Теперь в мэрии решили взяться и за электротранспорт. Так на Сельму хотят запустить 7 троллейбусов-гибридов. Им не требуется постоянного соединения с проводами. Поэтому они смогут сворачивать в микрорайон Советского проспекта на Новый мост и Кольцо. А в ближайшем будущем планируется запустить и мобильное приложение, где в режиме онлайн будет отображаться нахождение всего городского транспорта. Разработчики заверяют, тогда уж точно никто не запутается. Марк Шкода, Михаил Альбаум, Служба новостей город.